Загадочный 41-летний Николай Казутин, управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам Фонда национального благосостояния Самрук Казына. Этот скромный бухгалтер и финансовый аналитик, судя по колоссальному карьерному прыжку, гениальный недооцененный управленец. Казутин так и прозябал бы в Ускемене, где занимался внутренним аудитом, если бы не его двоюродный дядюшка Касым Жумар Тукаев. Поэтому держите за меня. Следующий хуже будет еще. Когда Назарбаев говорил эти уже ставшие классикой отечественной политики слова, он даже не представлял, насколько окажется прав. Правда, старый лист просчитался и сам выбрал своего преемника, который оказался еще хуже. Ханшир Тукаев за годы своего президентства натворил бед больше, чем его предшественник за 30 лет. Вместе с Тукаевым к власти пришла его команда. Голодная, беспринципная, готовая за деньги и власть на что угодно. Все эти гаджи-гаджиевы, Раушанка-Жибаева и прочие вчерашние голодранцы напрочь лишены каких-либо морально-этических принципов, готовые идти по головам, прогибаться и прислуживаться, чтобы откусить кусок пожирнее от аппетитного государственного бюджета. При Тукаеве существенно упал уровень государственных управленцев, который и при Назарбаеве, откровенно говоря, не отличался высоким качеством. Кемель Жемелич ощущает себя неустойчивым. Именно поэтому он яростно борется с оппозицией и убивает своих политических оппонентов за границей, как он это сделал с Айдосом Садыковым. Тукаев, как типичный диктатор, расставляет на ключевые позиции людей, которым он может доверять. В отличие от Назарбаева, который происходил из большой семьи и сам был плодовитым, Каншер не может похвастаться многочисленными родственниками, поэтому удовольствуется теми, кого имеет. Казахи говорят «жаман кио Каншер». Это про то, что плохой зять тянется к родственникам жены. Тукаев окружил себя родственниками своей жены, россиянки Надежды Давыдовны, с которой он якобы находится в разводе. Одна из них – это кузина Надежды Давыдовны Елена Николаевна Казутина. 17 июня 2024 года Казутина стала главным бухгалтером в фонде гарантирования страховых выплат. До этого она представляла интересы Тукаевых в других организациях. Сын Елены Николаевны Николай Казутин пошел по стопам мамы и закончил Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Если посмотреть биографию Николая Казутина, то до 2019 года там нет ничего примечательного. Он прозябал финансовым аналитиком в Алматы, потом работал в Восточно-Казахстанской области в службе внутреннего аудита. В общем, скучно и неинтересно. Однако уже в 2020 году, когда дядя стал считать себя президентом Казахстана, карьера Николая Казутина резко взлетела вверх. Казутина отмыли, очистили и взяли в Министерство финансов заместителем председателя комитета госдоходов. Через два года Казутин снова совершил карьерный прыжок. Он стал управляющим директором по правовому сопровождению, обеспечению и рискам Фонда национального благосостояния «Самрук Казына». Спустя месяц Казутин становится членом правления. Среди прочих должностей – председатель Совета директоров «Самрук Энерго» и член Совета директоров «Казак ГАЗ». Николаю Казутину в «Самрук» подотчетный замы всех национальных компаний. Но это мелочи по сравнению с тем, что он сейчас контролирует все закупки в национальных компаниях. Это не должность, это золотая жила. Представляете, какой объем закупок и откатов по ним проходит через Казутина. Николай Казутин выбился в топ-менеджеры благодаря своим талантам и тяжелому труду. Правда, смешно звучит? В Казахстане продолжает процветать трейболизм. Только вместо приевшихся всем назарбаевских родственников на поверхность всплыли токаевские. Нет никакого нового Казахстана. Это все тот же старый, только с новыми ворами во власти и в национальных компаниях. Откаты и коррупция. Коррупция и откаты. То, что не украли назарбаевские, украдут и раздеребанят токаевские. Спросите у себя, сколько еще вы готовы ждать хорошей жизни для себя, своих детей и внуков. Подписывайтесь на БАСЕ, смотрите, лайкайте, комментируйте. Поддержка БАСЕ – это все, о чем я вас прошу.